История никогда не остается мертвой. Она всегда настойчива и бесцеремонно участвует в нашей сегодняшней жизни. Хотим мы того или нет, осознаем фактор ее влияния на нас или игнорируем. Неутихающие споры вокруг фигуры Сталина как нельзя лучше иллюстрируют это. Личность Иосифа Виссарионовича еще долго будет вызывать у политиков противоположные оценки. Нет полной внутренней ясности в отношении к нему и у населения нашей страны. Единственное, что бесспорно, с течением времени яснее становится масштаб этой личности. Он огромен. Понять Сталина и его эпоху сегодня для нас значит и понять себя. И судя по тому, что я читал, я думаю, что это гений, но другие бирки я не леплю. Злой гений, не злой гений и так далее. Очень много событий было при Иосифе Виссарионовиче с Лениным, без Ленина и так далее. Очень много действительно было разношерстной публики в нашей стране. И реагировать нужно было, нужно было наводить порядок. Порядок, который сейчас, которого не хватает, вот порядка. Я не говорю о тех вещах, чтобы расстреливать. После смерти Сталина прошло уже 60 лет, а в России его имя раскалывает общество. Одна часть россиян считает, что репрессиям подверглись честные граждане. Другая допускает мысль, что какая-то часть репрессированных в чем-то и вправду была виновата. Одна часть полагает, что Сталин сделал для страны больше хорошего. Другая убеждена, что сделал больше плохого. Многие считают, что при Сталине в стране было примерно поровну и плохого, и хорошего. Однозначно негативная оценка Сталина в России не приживается. Мне кажется, что Сталин в разные годы и даже в разные дни был очень разным. Потому что это человек таков. Человек всегда разный. Я сейчас не беру его политические вещи. Я к нему отношусь как к очень интересному и сложному персонажу. Мне кажется, что шекспировским персонажем очень далеко по сложности характера, силы и так далее до Иосифа Сареновича. Изощрялись все. Даже вот я знаю, что какие-то разнарядки были. Не знаю, но нужно было поставить столько-то врагов народа якобы. Ну, это же не не Сталин спускал сверху. Допустим, надо было сто врагов, да, в Осетии найти народа. Врагов народа. В горах, в этих, в аулах и так далее. Они докладывали, что они нашли 260. Поэтому его и называли в конкретное время, что он был подозрителен. Он действительно уже в последнее время никому не доверял уже. Потому что такие вещи происходили. Сейчас, по прошествии времени, появляется много различной противоречивой информации о роли Сталина в этой Великой Отечественной войне. Благодаря ли ему или вопреки ему была одержана победа? Тема эта обширная и многогранная. Исследователи вряд ли придут к общему мнению. Но тогда, в 45-м, главенствующую роль Сталина в достижении победы и разгроме немецко-фашистских войск не оспаривает практически никто. Знаете, мы не имеем права о нем говорить, потому что мы при нем не жили. Я помню, как он умер. Я учился во втором классе. Но те, которые работали с ним, воевали. Я имею в виду Жукова, Рокоссовского и так далее. Весь генералитет, который в своих воспоминаниях говорят о нем, их никто под думом пистолета не заставлял говорить то или иное о нем. И важно просто освежить в памяти и посмотреть, что о нем говорили, чтобы сказать, какой вклад он внес во время войны, а не придумывать. Нынешний спор о Сталине как нельзя лучше демонстрирует чрезвычайную важность истории для современности. Наше осмысленное отношение к ней имеет очень важное значение для сегодняшнего момента, для осознания того, кто мы и что мы, куда нам двигаться и на что ориентироваться. Черный летописец пишет то, как нужно другим политикам, стряпает эту летопись. А белый летописец пишет то, как было по-настоящему. Поэтому мы же не бараны, мы люди и мы должны... Да, нам, конечно, у Сталина было наверняка очень много ошибок и так далее. И он это делал, его нельзя ни обожествлять, ни возвышать. Но опять таки вот отталкивается от твоего вопроса, от твоего. Это человек, прежде всего человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова